Доброго времени суток, друзья мои хорошие! С вами, как всегда, Лисперс, и мы проходим Героев Седьмых. Хотел бы я заранее сразу извиниться за то, что, возможно, буду шепеляет больше, чем обычно, и с этим же, в принципе, связано то, что серия сейчас выходит, по крайней мере, выходных их точно не записывалось, ввиду того, что, как бы, по врачам-то ходить надо, но ходим-то мы как нормальные люди тогда, когда уже прижмет, и вот случилась беда, как бы, проблемы, проблемы со стоматологом у меня случились, в общем-то, сейчас рот не сильно-то хорошо открывается-закрывается, поэтому, ребятки, все-таки, извините. Ладно, не об этом суть, с Лассиром я пытался поговорить, и Форд захватывал, и Анастасии, и кем только, всеми, в общем, подходил, не хочет он мне отдавать, моих мастеров мечей, я думаю, по-любому он мне должен был их как-то передать, да, чтобы упростить судьбу дальнейшую, да, компании, облегчить, помочь. В этих боях, что-то, видимо, не шибко получилось, ладно, мне надо катапульты еще отстроить, я думаю, все это можно будет сделать, Анастасия у нас уже, ну, забуривается, да, дальше на территорию Шеймуса. Вот здесь навык она дополнительный какой-то получит, вот с этого, наверное, и начнем. Ох, полторы тысячи королевских имперских грифонов. Фигня, фигня, война, сейчас они познают всю, всю прелесть наших заклинаний, да, у нас заклинания изначальной магии прям шикарны, сюда заходят, эй, хорош. Так, ладно, хотя бы у одного случилась дизмораль. 327 существ, ладно, с удачей, я думаю, да, пачка целиком помрет. Ну, и атаковать, наверное, все-таки мы будем баньше. Остальными войсками я пока просто тупо пережду, пока есть такая возможность. А вот баньше можно даже и не ждать будет. Ой, ё-моё, ну, с удачей тут, понятное дело, шансов у них уже практически нет. Ну, и как бы покров теней, соответственно, даст нам уверенность, так скажем, в завтрашнем дне, да, что эти имперские грифоны, даже если у них не будет дизморали, хотя она должна быть. Все-таки боевого духа мы довольно-таки сильно подорвали его. Минус 10, ой, тьфу, минус 35 к боевому духу и минус 10 к удаче уже смотрю туда и, в общем-то, да. Так, ладно, все остальные войска у меня, получается, отдыхают. Все, я думаю, войска можно вообще будет выкинуть, кроме моих любимых баньше и скелетов. Я думаю, только с этими войсками я здесь уже спокойно рулить буду на этой карте. Ой, это я, наверное, зря, да? А нет, пофиг. Так, в принципе, уже вообще пофиг, их там осталось очень мало. Ну и щит воды как бы делает свое дело. Реже первую атаку противника на 25% реже. Уменьшай, конечно же, что-то как-то сказанул, так уж сам офигел. Так, 5000 золота, ну давай, чё бы нет. Магия воды. Тем не менее, мы что-то дополнительное выучили. Но, к сожалению, у меня нету. Больше очков у меня, навыков нету. Ну и жаль. Хотя есть, в принципе, ничего интересного я бы не получил. Так, а вот здесь вот что-то интересное я вижу. Во-первых, обелиск, и это круто. Но, во-вторых, здесь порядка, наверное, 40 ландснейфтов этих. Как их там, ёпросоте? Ну, в общем-то, предмастерами мечей, которые стоят, не улучшенные ихни версии. Блин, а? Мне же прям интересно стало, как их... Здесь мы их-то навряд ли с вами посмотрим. Потому что они у нас находятся вот в этом замке. Никогда их по-нормальному прочитать не мог. Ландскнехт, ёпросоте. Надо почитать за гугли, не просто ждать они... Откуда-то их из балды взяли эти названия. Просто даже стало интересно, откуда именно это название стало... Появилось, так скажем, да, в Героях Седьмых? Так. Ну чё, Ванька, ты у нас куда? Ага. Ну, давай. Придётся, наверное, телепортнуться. Так. А почему? Ага. Не хватает золота. Обалдеть. 6 070 золота стоит 1 Небесный Воитель. Я в шоке. Как же дорого нынче всё это дело содержать. Ну, как бы у меня всё равно кончились очки перемещения. После телепортации. Ну, стрельбище построим ещё дополнительно. Войска уже нанимать, наверное, смысл нет. Я и так что-то всех разваливаю уже нормально. В довольно-таки бодром темпе. Золотые драконы мне нафиг не нужны. Ну, волки. В принципе, они сгодятся только на то, чтобы... Немножечко пополнить нашу армию мёртвых. Так, ну ладно. Так же, наверное, начинаем сначала коллапсом. В принципе, если крит у неё вылетает, да, с удачей, то она их ваншотает. Если крит не вылетает... О, вот сейчас вот с удачей заклинание наложилось. В принципе, никаких бонусов, а жаль. Если честно, я бы какие-нибудь бонусы добавлял, скажем, дополнительную шансу вернуться от атаки. Или немножечко продлилось бы, пусть продолжительность действия этого бафа, да? Так, ладно, я жду. Подпускаем их ближе и... Ну, как бы, жестоко наказываем уже здесь. Траглодиты. Если ещё хоть кто-нибудь сюда дойдёт. Ну да, где дезмораль сейчас? Там ещё дезморальная, небось. А нет. Тут уже повезло немножечко больше. В этом плане... Так, скажу, я сейчас глаз. Ну ладно, вот, конечно же, по этому отряду я сейчас ударю. Оба-на. Хорош. Так, пауки, 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 да, ну набег. Чё-то от вас тоже толку не шибко много. А вот драконы, жалые, могут нормально сделать. Двадцать четыре маны стоит коллапс. А за убийство одного существа мы восполняем, по-моему, десяточку. Или двадцатку. Десяточку, по-моему. Так, вампиры, ну может... Да фиг с ним, пускай стоят. Чё от них толку там? Всё равно не долетят. Половину войск перед началом боя выкидывать. Вообще, чтобы просто тут за них даже не тратить время, не пропускать ходы. Так. Да, скелет уже аж две триста практически. Ну там, без трёх штук, которых мы, в принципе, считать-то и не будем. Ладно, я думаю, всё выкашиваем. Что мне глаза не мозоли. Так, вот вы нафиг не нужны. Вы, ну и дай дараконы. Фиг его знает. Ладно, стрелки, скелеты, да эти. Пускай подходит. Хорош. Далеко ходит. Главное, он всегда отвечает на удар. Вот чё. Приколюха-то, да? Так, если... Э, в смысле, а почему их откинул-то? По идее, их наоборот стягивает как бы в центр коллапса, а их почему-то... Ммм... Откинуло. Не совсем ясен этот момент. Готовы. Минус. Хотя надо было, наверное, вот этих вот валить. Скелеты-то... Далеко не дойдут. Да, надо было, наверное, делать именно так. 42 с половиной тысячи. Етицкий колотить. Ты прикиньте, это же дичайшие повреждения. Сейчас ещё, наверное, скелет всажу. Нет? В общем, лечей. Плохо. Плохо. Сейчас мы переиграем этот бой. Ммм... Потому что надо было делать именно так, как... Хе-хе-хе-хе. Мне и подумалось. Ударить дальний отряд и... Скелетами уже убить. Отряд, который к нам поближе стоит. Так. В смысле? А, ну да. Сначала же коллапс. Чё-то я уже... Да, этих волков всё равно откидывает. Представляете? Не знаю, с чем это связано, но прикольно. Так, вот эту пачку. Убивают наши баньши. Ну, или почти убивают. Ладно, фиг с ним. В этот раз косичок небольшой. Хе-хе-хе. Тут уже скелеты рулить сейчас будут. Ну, с удачей от нормы. Хотя вот этот отряд, наверное, всё равно добежит, да? Я предпочел, что вот эти 105 штук первые ударили, потому что... А, ну, были так. Вот что-что, скелетов точно не жалко мне их. Как грязи. Уже почти косарь баньши. Ё-моё. Мне даже задание не нужно за Анастасию довыполнять. Армию тьмы я и так, по-моему... Жизн... Ну, блин, если только ради же злости за ней, потому что темные жнецы... Ну, пригодились бы, конечно. Но не так, чтобы они уж прямо очень нужны. Так, на этом ходу мы вроде бы всё сделали. Войска нанять не можем. Денег немал. Неделя у нас количество... Неделя сокровищ. Да, количество золота в сундуках с сокровищами увеличивается на 50%. Неплохо. Так, здесь тоже целая куча нейтралов, в которых просто грех пропускать. Кто у нас? А, это у нас просто гарпи. Ну-ка, поближе. Так, и... В смысле? Так, ждём. Ждём. Сейчас они немножко поближе подлетят. Жаль, я на самом деле рассчитывал, что именно этот отряд дойдёт. Потому что здесь сверху скелеты уже в лёгкую разбираются. А вот с этим нижним отрядом я хотел именно, чтобы баньши справились. Я не знаю. Я бы сейчас на месте Шеймуса просто... Рулал на себе волосы. Не знаю, сам попытался закопаться в могилу. Хе-хе-хе. Потому что что-то мне подсказывает, что... Немножко погодя, мёртвые будут, в принципе, завидовать живым. Точнее, наоборот, живые будут завидовать мёртвым, да? Когда мы придём по его душу. Квитаться с ним за то, что он сотворил со своей дочерью. Как бы нас подставили вообще. Всё это дело развязал. Так, это уже наша... Куда мы пойдём? Ну, наверное, всё-таки обелиск. Посетить. Хотелось бы найти слезу Асхи у нас. Так. Чё строим-то? Я не знаю, может, башня правосудия, а может, и гильдию магов. Давайте гильдию магов, наверное. Всё-таки не так уж много стоит она по деньгам. Зато можно будет какие-нибудь новые заклинания, может быть, изучить. Так, призы флименталей есть. Это всё. Ну, ничего интересного, к сожалению. Мы не получаем. Так, а вот на небесных воинов теперь не хватит. Хе-хе-хе-хе. Потому что 6 тысяч на одного. У нас их тут двое аж. Может быть, конечно, что-нибудь продать не нужно. Ну, что-то... К сожалению, не слишком много у меня ресурсов на данный момент. Чтобы я мог налево и направо, так скажем, ими раскидываться. И давайте-ка сразу, пока отсюда не ушли, мы отстроим, отремонтируем катапульты эти, да? И, может быть, даже на корабль сядем. Я не знаю, корабль Лассира, он же нам для чего-то показывал. Можно отправиться в море. А куда в море? Зачем в море? И вообще, смысл от этого? Если мы хотим перекрыть эту, как бы, дамбу, да? Если мы ее здесь восстановим, я думаю, что вот здесь у нас все как раз-таки и осушится. Осушится. Ну, в общем-то, непонятно. Ладно, сейчас проверим. Вообще, зачем это нужно? Может быть, как раз... Йо! А-а-а! Вон оно как. То есть мы решили просто... Гарнизоны расфигачить, да? Так, а если он не расфигаченный, где еще тут есть гарнизоны, чтобы посмотреть? Боюсь, второй, наверное, закрытый мы с вами не увидим. Или, может быть, вот поэтому. Ну да, смотрите, он просто уменьшает, наверное, количество потенциальных врагов, которые сидят в гарнизонах. Так и думаю, именно так. Ладно, сейчас сядем на кораблик. И че, куда мне плыть-то? А, вот. Сюда я высадиться могу, получается, да? Интересно. Очень интересно. Так, а мы... Что мы там найдем? Или мы просто переберемся на другую сторону? И сразу пойдем сражаться. Ладно. В общем-то, давайте делать все, наверное, постепенно. Сейчас мы доберемся до второй баллисты. Так, кстати, пока мы в замке, можно, наверное, еще будет прикупить одного небесного воина. Вот теперь нормально, семеро. Теперь они еще больше смогут воскрешать существ. Так, ну че, хранители... На мне хранители. В смысле? Они меня, походу... Ну да. У меня башня правосудия просто была... Хе-хе-хе. Не построена. Фиг с ней. В общем-то, ладно. Всех нейтралов по дороге сейчас развалим. Волки вообще у нас стали без... Блин, здесь все уже войска стали бесполезны. Готовы. Потому что с удачей там дамаги вылетает. Я просто фигею. Может быть, Анастасии завалить это уши и мусор, да? Хе-хе-хе. Что банька там? На родостях, да, таких? Сразу предложу ей руку, сердце, все дела, да? Дела семейные у них там. Так, а вам будем гробить? Ладно, давайте по этим. Скинемся. Так, так-так-так-так-так-так-так-так, блин. Волки ходят быстрее, нежели скелеты. Да, в принципе, пофиг. Так, этим оборону. Я не знаю даже, кого убивать. Ну и все. Просто ждем. Да, господи, ну ё-па-расота. Я думал, мы сейчас уже крякнете. Ничего подобного. Они выжили, еще грознулись, еще. И не хотелось пропустить ход, потому что... Ну, понятно, конечно, почему, потому что у них из-за морали. Интересно, как из трупа волка, ну, скелета волка, можно собрать скелет человека. Это, наверное, очень сильно постараться можно. Нужно. Так, тренировочный лагерь. Не, апгрейдить-то некого. У меня здесь все как бы топовые. Сколько их там? Ну да, около 554, да? Ну да. Клапсом по-любому готов один отряд. Вроде топовые существа отлетают от одного прокаста. Чем еще цимис, да, этого заклинания, этого коллапса? То, что, в принципе, пофиг, сколько существ и каких существ. Он просто идет на пациентном соотношении. Так. Чуть поближе подойдем. В смысле, а ударить? Или это выше? Выше? Выше этого я даже не знаю, что он. Блин, ну они хотя могли ударить. Наверное, вышли к ним в достоинство. Было просто мрать руки, а не жить. Хе-хе-хе. Хотя вроде цветы, воители, все дела. Должны были как-то отреагировать. Ну, не знаю. Так. В принципе, меня... Я думаю, нейтрал уже не так сильно должен интересовать. Так. Это явно где-то вот холмистая, гористая местность. Это мы бродили, по-моему, вот где-то здесь. Так. Давайте-ка еще разочек чекнем карту. Какая-то тень полукруглая, да? Вот от чего она здесь? Так. Тут полукруглая... Блин, фиг пойми. Хе-хе-хе. Ни черт не понятно, где это все находится. Видимо, придется посетить. Последний все-таки. Убелиск. В любом случае. Чтобы не гадать, где же там она находится. Это слеза Асхи. Так. Тут тоже я бы забежал. Так. Эту тоже мы ремонтируем, чтобы потом было попроще пройти. Такс. Тренировочный лагерь. Нафиг мне не уперся. Торговый пост как бы тоже. Вот форт-пост альянса, который у меня отживали, да? Имеет ли смысл его восстанавливать? На самом деле, думаю, что не очень. Так. Здесь у нас задание. Река судьбы. Армия тьмы. Задание для Анастасии находится где-то здесь. Ладно. Езжай. Ломай гарнизон. Пик. Пик. Пока у нас Иван занимается тем, что разрушает. Гарнизоны, да? Ну да, просто численность снижает. То есть, если там, скажем, было кавалеристов, две соточки, то стало, ну, 75, по-моему, наверное. Скорее всего, там так же существ, как в наших гарнизонах, которые стояли здесь. А именно, 75 кавалеристов. Ну и все в таком разе. Так, по артефакту, дальность перемещения героя фигня. Я надеюсь, отсюда никто не выйдет. Вообще не хотелось бы, чтобы оттуда кто-то лез. Так, 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 ну и что? Следующее задание идем выполнять. Наверное, восстановим плотину. Как, говорит, обмелеет ее, можно будет пройти вброд. Ну, я не знаю, чем мешает, конечно, проплыть ее на корабле. В принципе, нам это нифига не проблема сделать. Сотники расиров. Ну и так, по мелочи, да? Так, с этих убираем. Палки нафиг здесь не нужны. Драконы, ну... Тоже, наверное, нет. Давайте вот так вот оставим. Почему бы нет? Это же костяк нашей армии. У меня есть в основном, конечно, коллапс. В основном коллапс. Так, а давайте-ка, может быть, стрелков на первый ход-то выкосим. Наверное, все-таки облатов. Ой-ё. Офига себе, их снесло к чертям. Так, покров теней. Ладно, летим сюда. Даже если кирасиры у нас подбегут, так... Нежданно и гадно у нас есть щита. Как раз-таки от двух атак. Надо было, наверное, подождать пока арбалетчики. А вот говнючки. Они выстрелили не напрямую, ребята. Они выстрелили именно болтом, который не считается за дальнюю атаку. И вообще, наверное, не считается за атаку. Фиг их пойми, как они там это все учитывают. Так, покерасирам надо, наверное, прямым коллапсом. 74 существа. Офигенно. Так. И все. Стрелки минус. Скелеты, боюсь, вот скелеты не дойдут, наверное, да. Они вообще пытаются убить? Нет? Я вот что-то не пойму. Или они настолько в афиге, что даже сопротивляться не пытаются? Или опять какие-то глюги-баги? По крайней мере, Ивана мы еще так не сражались. А вот Анастасию они явно трогать не хотят. Так, это фиг с ним. Это тоже мне не нужно. Элитные поселения. Ну, такое себе на самом деле. Проклятые руины. Орать шлема. Ну, шлем у меня есть. Причем хороший. Так что, даже трогать не буду. Сейчас мы уже прокачались. Нейтралов. Ну так, по дороге, если кто-то стоит, сносим. Ну или всякие, если вот ништяки типа броников, оружейников и прочего будут охранять. А так, я думаю, уже можно будет и пренебрегать некими нейтралами, да? Вообще их не трогать. Нафиг они нужны. От них не тепло, не холодно. Армия уже и так зашкаливает, поэтому... Можно было даже... Катапультами этими не пользовался. Я думаю, мы и так спокойно пробили бы эти гарнизоны. А ну-ка, мы с трамбоем, если кликнуть. Ну да, понятно, что вампиры кинутся в бой и помрут смертью в храбрах. А, ну здесь еще хурии, кстати. Даже не контратакуют. Еще птички пернатые, это, конечно, модные, но вот у них с атакой защиты все печально. Я, конечно, понимаю, что есть бонусов от героя нет, но... Но, блин, одна атака и ноль защиты. Ну это что-то совсем, по-моему, зря рядом он, нападящее. Да, две тысячи скелетов, конечно, здесь шороху наводят. Только в путь одни гниющие кости наносят. Урон равный, урон равный количеству существ в отряде. Это уже близко к трем тысячам, это... Практически пять обидных существ в отряде. Одним этим пассивным скиллом можно забрать, да? Так, броник хорош. Можно даже что-нибудь разведать. Восемь в защите, щит дракона. Вот это клево, вот это можно забрать. Да и драконов можно этих забрать. Так, военная школа. Кстати, почему бы и нет, смотрите, сколько вкуснях мы нашли на этом холме, да? Холм, гора. Слушай, а вот это вот... Не та ли территория? Тоже холмистая местность. Так, что мы здесь видим? Да фиг пойми, мы здесь что видим? Ну, вот какая-то осыпавшаяся гора такая. Да. Все равно непонятно. Так, ну что? Иван у нас уже тоже бежит куда-нибудь сюда. Конюшню, конечно же, он посетил, потому что в городе был неоднократно. Здесь нам ничего не нужно по дороге. Слепая дева даже тоже как-то уже не камельфода. Ладно, напрямую тогда добежим до... Хотя нет, может пока не осушать речку, я не знаю. Может, давайте наверх сюда сходим. А то вдруг... Сейчас осушим речку, и на нас какая-нибудь полчащая вражина там стартанет. А, то есть отсюда можно было залезть, да? Ни хрена себе. Я-то думал, как-то по дороге здесь можно аккуратно залезть. Нет, смотри, можно прямо вот отсюда было подняться. Если честно, я немножечко в афиге. Ладно, гильдия магов, четвертого уровня. Что же ты нам принесешь интересного? Воскрешение, понятное дело. Мы его даже заюзать не сможем, даже выучить не сможем, потому что оно довольно-таки высокоуровневое заклинание. Зато сможем улучшить и Ваньке тоже навык. Кстати, Анастасия у нас вот военные школы здесь не посетила. И, ну ладно, монастырь слепых братьев, фиг с ним ей ничего не даст. Но военную школу около того замка я бы тоже посетил, конечно. Потому что прокачиваться никак по-другому не можем. Единственное, что остается надеяться, это именно на получение дополнительных очков. Или открывание сразу рандомных умений именно за денежку. Так, вот, драконы, это все стоят, короче. Все, в общем-то, как обычно. Шалданы пирота, кстати. Че они здесь забыли? Так-то они с Веслотом обычно путешествовали. Но как это занесло вот в эту холмистую местность, если честно, я даже не знаю. Предположить. Потому что все-таки они вроде как морские вояки. Что они делают на суше? Или еще в каратах? Хотелось бы знать. А, в общем-то... Так, ну че, здесь у нас коллапс. Все как обычно. Что-то, что это? Почему они просто подошли и даже не ударили? Что происходит с компьютерным интеллектом в этой игре? Не знаю, что за глюки. Ну, это нифига не прикольно. Ладно, возможно, попозже ребутну. Систему ребутну и посмотрю, будет ли какой-то прогресс. Возможно, надо просто Иваном сразиться, да, с кем-нибудь. Так. В принципе, тактика такая же. Большинство у нас уходят вперед. И наказывают всех. Всех, кого видят, всех, кого могут. Ладно, половину всего лишь. А, ну потому что они бьют... Тьмой, да? А у этих как раз-таки... Невосприимчивость к магии тьмы. И урон снижается вдвое именно от этих атак. Вот такие вот пироги. Да, ну лечи у нас тоже тьмой фигачат, поэтому... Хе-хе-хе. Все здесь не так-то просто оказывается. Ладно, магией будем их убивать. Ну, или, может быть, драконами. По двум отрядам, к сожалению, не получится отдохнуть. Если только по своим. По своим-то прям пожалуйста. Так, вампиры. Вампиры. Ну ладно, давай доедай вот этот отряд. Нужен коллапс. Мне нужно кого-то сейчас будет прикрыть. Или кто там пойдет сражаться с этим отрядом. Вампиры на итог. Хотя нет, ну локолапс, ну даже жахнет. Что-то прям. В принципе, пофиг. Вообще, хочу посмотреть, будут ли они атаковать, нет. Контр-атаковать хотя бы ладно, контратакую. Уже да будет. А нет, смотри, бьют. Прикольно, если бы сейчас мой дракон вдохнул бы по площади. Еще и по своим попал. А ну давай, рыцарь, покажи, что вы стоите. Так, ну давайте посмотрим, что же здесь мы можем изучить. Платить мне, благо, есть чем. А ну, экономику. Мы с вами вкачнули немножечко экономики. Еще плюс 150 получается золотишки в день. В принципе, не дурно. Не дурно. Так. Ну фиг с ним, пускай будет кузница. Здесь же как бы просто достраиваем. Как бы только потому, чтобы было. Так, драконов, конечно же, беру. Еще пятеро драконов. Так, восемь к защите, восемь к защите. Это хорошо, тебе есть куда поставить. Конечно же есть, место руды воткнем. И вообще все будет идеально. Так, а у Ивана, кстати, там что? А, ну у него здесь небесный щит. Если в начале раунда дружительный отряд воодушевлен, все вражеские существа получают минус 10. Но это вообще, в принципе, нормальная тема. Потому что наши войска практически постоянно воодушевлены. Просвещенность открыли. Это, видимо, вот этот еще один уровень. И количество опыта будем получать поболее. Только, боюсь, там уже не лезет никуда. Ни туда, ни сюда. Вообще никуда не лезет. Так, амулет здоровья. В принципе, если только Анастасия зайдет, да? Фиг его знает. Давайте, Ваньке, тоже постражаемся. Сколько можно. Пока он там ходил, фигней какой-то страдал. Антиалхимика. Да ну нафиг. Они уже ресурсы-то и не нужны. Анастасия здесь выполняла всю такую грязную работу, да? Так, саварену. Фух. Вроде нормально. Я думаю, все-таки Ваньке поинтереснее будет сражаться. И детский совет, как здесь много стрелков и всех прочих. А фиг с ним. Да, здесь у меня не суперпуперые, ребят, войска. Ну ладно, что-нибудь сейчас попробуем показать. Так. Местами махнуть стрелков. Вот так вот выставить. Да, я бы вот побольше, конечно же, институтеров набрал. Потому что нереально здесь очень даже в тему. Да ладно, ну вот. О, легионеры здесь стоят и прикрывают арбалетчиков, да еще и капелланов. Фигня. Такс. Надо будет прокастовочку тогда сделать. Небесному предоспекту. Лишнее количество урона, которым поглотим, не будет нифига не лишним. Я в этом больше, чем уверен. Так, ну и что, кого нам тогда долбить? Ладно, мы тогда ждете. Сколько он? Две тысячи. Восемь существ, получается две тысячи уже могут здоровье поднять. Так, хорош. Хорош. Я здесь по нескольким отрядам, я думаю, вполне смогу пробросить. КП-3 отряда зацепить, было бы вообще идеально. Ну ладно, давай так. Кто выстрел-то, ёпу, разок. Камера, что ты делаешь? Так, ладно, этот ждет. Придется немножечко подождать, потому что если 146 тысячи зайдут к нам в спину, это будет так больно, я уж не говорю про тысячу практически стражей. Бэм. Хорош. Пробить не смогли. Такс, а вот здесь сейчас можно будет что творить, а? Просто по площади их резать. Как свинюшек. Ой, судачи, ё-моё. Судачи, это прям жесть. Прям реальная жесть. Так, а вон будем убивать. Эм. Вот так еще можно даже. По двум отрядам нет? Блин. Вроде показывал, что по двум отрядам можно будет. Продамажить. Так, у нас у нас объединенное усилие. Нормально. Все это дело нашло. Так, здесь контратаки нету, поэтому... Поэтому, наверное, сюда еще сходим. Выркнем разочек. Копьешком-то, да? Так, ну и все. И ангелы у нас сейчас примутся за выкашивание стрелков. Дальше. Дальше. Ну не, а этот отряд я трогать пока не буду. Потому что... 146, и они страшные. Хе-хе-хе. Они реально очень страшные. Так, контратаки не будет. Поэтому можно смело кидать. Твикс. Че, наш бравый конец должно же добежать? Ну да. Ну-ка. О, вот паралич. Кто-ка подумал, а будет ли у нас паралич или же нет? Конечно, будет куда-нибудь напеяться. Так, здесь невосприимчивость. Ну, наверное, на этих тоже еще разочек небесный на слег прокинул. Чтобы они могли попробовать вот этот отряд зарезать нормально так. Ой, все. Ой, все, ребят. Хе-хе-хе. С удачей это было довольно-таки легко. Обязательно надо посещать эту слегкую деву. Она на мой просто сходу дает два царек удачи. Два царек удачи. Это прям офигеть как круто. Так, я еще хотел полазить вот здесь. Посмотреть, что там есть. Эти ворки мне нафиг не нужны. Поэтому я думаю двинуться немножечко вот сюда и посмотреть, что же там еще находится. Элитное поселение. И тут еще вроде драконы, которых можно принять. Да? Плюс один к духу. Нифига себе. Три косаря гну. Этицкий налево. А я думал, я вообще... Если потяну время, потом не смогу, собственно говоря, никуда деться. Нифига подобного, ребят. Мы разожрались и спокойно даже тысячи нейтралок убиваем. Так, кто у нас здесь? Это все то же самое, в принципе, да? Ну да. Пойдется нажать принять. И опять один отряд. Один отряд. Блин, получается, кто у нас там? Чумные лома суда. Да, они... Хрен пойми, где теперь будут. Так, фейкаслин рыцарей. Все, что ли? А в смысле, что? Задание-то оно вообще выполнилось, нет? Армия тьмы. Отведите Анастасию к братской могиле, чтобы она могла создать армию мертвых. Дык, как бы отвели. И теперь она не работает. Странно. Братские могилы срабатывают, но восклицательный знак продолжает гореть и не засчитывается к выполнению. В общем-то, глюки продолжали полниться. Такс. Фиксим, давайте башню построим. Не знаю, будут кто-то нападать на этот город или нет. Ну да, не будем исключать такую возможность. И на самом деле немножечко перестрахуемся. Так, нейтралы. Эти мне нафиг не нужны. А что тут у нас еще ценного такого есть? Я вообще зачем сюда лезу? Двиг магии, шляпа. А, смотри-ка, здесь можно просто по холмам этим носиться только в путь. Так, ну, дух, наверное, нужен только нашей Анастасии. Ванька-то, если один нас, ну, может, два раза кастанет за весь бой, это и то чудо-чудесное прям, да? Охренеть. Фактически 3300 существ. Сейчас посмотрим, с какой скоростью они у нас будут на разваливаться. Блин, коллапсы бы еще как-то прокачать, чтобы он убил еще сильнее. Эхо коллапса. Клево. Так, гнолы у нас стреляют, поэтому... Сделаем мы что? Правильно, ребят. Только я изначально немножечко неправильно сделал. Хотя нет. Все правильно. Эти бы отряды не сдвинулись, чтобы я мог между ними поставить элементаля воздуха. Такс. Че, вампиры пойдут в атаку? Наверное, нет. Хрена, узнаем. Я пока просто подожду. Чего, чумная аура? Какая нахрен чумная аура? Ммм. Отлично. Просто отлично. Смотрите, долбаные чумные ламасы сейчас будут. Сейчас будут здесь вообще не в темах. А вместо кого они у нас встали. Вроде бы, как бы все есть скелеты. А, лечение. Ну, конечно же. Они вместо лечения здесь у нас стоят. Очень полезные один из чумных ламасов. О, ммм. Так, три тысячи скелет. Ну, давай-ка тоже мы пойдем, а. О, субтители, да? Первый раз видел, что была отрицательная удача. То есть, красным. Да ладно. Нафига ты по банде что бросил, говнюк? 21 банде похоронили. Уф, 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 уф. Сволочь, хитрожопаем. Фикс. Ладно. Сейчас мы здесь еще разочек коллапсом все проколируем. я не знаю есть ли смысл на кого-нибудь чтоб прокастовывать и заклинание еще как бы наверное не особо чтобы удачи сработала драконов чтобы у нас не пил эти два отряда да не повезло морально и словили поэтому стоять и общение так сладно сбиваем контратаку хотя я парюсь на лови коллапс налови еще один коллапс ну-ка подожди 57 процентов эхом ударит а если второй раз он проверял до 27 нифига но не стакается но видимо и не надо я немножечко больше так этот артефакт я думаю мне не нужен пойдем дальше не будем здесь останавливаться тыкс а ну чё тут есть интересно давайте посмотрим драконе утопия есть чё тут как бы чё это за артефакт такой герой получает единицу маны каждые две единицы потраченные вражеским героем в генел и шлем гладиатора и капля грез все это шляпа которая мне не нужна вот монастырь слепых братьев я думал пригодился бы блин а почему эти 150 существ не хотят ко мне присоединяться о жопушники ша чё им стоит-то свой цену я думаю здесь все продается даже эти аббат давайте попробуем добежать нифига нифига ребят не по каналам лихо они так раскидали я думаю ангел должен долететь да ладно серьезно два раза подряд не сработало наш боевой дух вообще не работает что ли по идее с таким его количеством мы вообще должны ходить каждому что он по два раза гарантирует ладно что ты нам дашь за 5 тыс желтый то ммм благословение света допустим а это где у нас благословение света здесь что ли ммм а нет вот здесь это у нас все таки магия света 3 к лидерству за каждое использованное заклинание магии света действует до конца боя куда нам еще этого лидерство девать это нафиг не нужно эти драконы да тоже не уперлись если только что-то с этими гидрами сотворить укрепление строим так ну что нам либо нам переплывать на корабле либо нам кстати почему бы нет или здесь анастасия займется и что-то а слушай вот это гора какая-то сыпавшиеся да а вот и тень которую мне казалось что а ну да тень казалось вот драконь утопия где-то здесь лиза асхи находится сейчас мы сейчас мы это и выясним короче добежим и положим эту слезу к нам конечно же в замок сейчас наверно этим прямо займусь боюсь на со следующего хода уже фигачок не доходим а 51 существующим только что вроде казалось там 30 с лишним было поглючено ты ничего пока наверно хотя так вот наверно пробросил ну чё подождем подпустим их поближе и просто убьем стандартная нормальная тактика конечно обломки потому что они по площади фигачки ничего из этого дела хиляются как ненормальные конечно да и немножечко геморрой ну-ка давай змеи горыныч повоюем с тобой то смотри чё будешь модным говорим вторая уже вылазит это было хорошо еще и паралич да ладно серьезно это просто дичь какая-то всех ребят он практически распотрошили я вообще не знаю зачем я его поднял так еще немножечко магии прокачаем все таки неплохие таки ништяки мы получаем от вот этого даже небесного доспеха мне бы еще конечно может быть кстати это есть у меня заклинание чуть не обращал внимание честно чем возмездие возмездие я его изучал нихрена его не изучил потому что мне не хватает видимо все таки магических умений знания магических то бишь так кто первый пойдет наверное либо мастера небесные войны пойдут пытаться его убить также подпустим да да расстреляем ну давай дракончики ползите сюда и да ладно что-то как-то ничего так не уверенно издалека до его вот это уже было довольно больно по-любому сейчас нам будет вылазка решать наших этих что-то не кто-то потолще ребят мастеров плечей надо будет поднимать так ну-ка удача ну да хрен у нас походу кончилось кончились и ништяки так ладно воскрешаю тогда мастеров мечей блин а я не знаю ну ладно давай ты соби о все хорошее я еще думал атаковать или нет думаю кто у нас сбивать будет контратак но это просто уже изменение дохода м я одно существо ну ладно копеечки пусть добьют говорится всю славу кому так ладно еще силу немножечко упор сделаем что прям вообще было козырно да где-нибудь здесь стоять будем кто у нас только пойдет сейчас носить слезу пасхи да и куда то ли сюда то ли туда в принципе без разницы я наверно все равно войска то думаю ну если в найму то с какого-нибудь одного замка может быть даже с этого здесь их поменьше будет а ну анастасия давай здесь просто по одному отряду и много удобнее быстрее сражаться именно с помощью коллапса да как вот теперь их распустить этих долбанных чумных ламмасу они меня задолбают натищу элементали рядом пока где-нибудь по серьезней войска до тебя не долетят чумная аура действует но потому что дракон то у нас живые с этим ничего не поделаешь дал ты серьезно ты еще решил подождать что-то чайный парнишин ну да я думаю все это закончится поинтереснее на сутки в руках будет где-то блин какой на хрен коллапс все просто сжираем их нафиг как исключить из нашего отряда ну блин нижние здесь не отобразятся долбанных чумные ламмасу так и где она у нас серьезно прям рядом с драконе утопии чё ты прям здесь стоишь нет ну-ка какой-то бугорок не бугорок нет скорее всего где-то наверное вот здесь да а ну-ка давай в смысле безуспешно здесь что ли блин походу слегка прокосячился ну наверно вот здесь пробуем еще разочек о аллилуйя братья вот она красавица слеза асхи позволяет построить уникальное здание в одном из ваших городов этим наверное займемся сейчас я вот это вот дело заберу и просто телепортнусь потому что здесь нам походу уже делать нефиг в этих холмистых местностях ну и столько вот это забрать накидку мертвеца фиг знает нужна ли она нам это накидка мертвеца все посмотрим нужно ли она нам или не нужно так давайте-ка вращать потому что время уже время уже довольно много прошло нам нужно все это по-быстрому как-то делать так так шлем крэга хака мы забираем в принципе у ивана такой же уже был да ну да у него уже такой был поэтому можно не заморачиваться так вот эту тему тут еще штуки посетим камень воодушевление то сё и монастырь слепых братьев и потом уже стартанем так а иван у нас уже уже пошел наверное дальше драконы да фиг знает накидка мертвеца нужна ли она мне наверное нет так ну чё ты тогда сюда что ли стартанул уже осушать территорию так в принципе защита у нас довольно неплохо прокачана можно немножечко силу подтянуть ну а здесь конечно же упор в магию это вообще без вариантов без вопросов кстати что за неделя неделя за когда загадочные существа творят будущее асхана что за загадочные существа архитектор это по-моему нам позволяет два раза строить за заход а нет минус 10 процентов 10 процентов затрат золота на постройки тоже неплохое умение у нас у ивана все прокачано телепортнуться в город к сожалению она не сможет потому что когда вы выкапываете слезу вас заставляют пешком бежать до ближайшего городишки с чем это связано ну думаю с тем чтобы дать противнику шанс блин так она будет полгода тащиться дать противнику шанс наверно отнять у вас все таки слезу так вот это еще дело восстановил бы чтобы все шахты и территории покрасились в мои цвета и не действовали мне на нервы ну да анастасия будет просто полгода бежать ладно хотя по дороге там чуть быстрее пойдет дело ну что ребятки такой эпичненький момент с осушением у тебя с ним прям эльрат помогает усердно хе хе сто тысяч опыта мы с вами хватанули выполнив задание река судьбы это было основное задание нам в любом случае надо было выполнять вот армия тьмы фиг его знает как она вообще выполнится и выполнится ли вообще самое главное то что мы осушили где-то проход а где мы его нахрен осушили что-то я не пойму нахрена мы его тогда осушали что-то я вообще не догоняюсь зачем мы это делали если честно хе 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 не понимаю что поменялось в принципе мы как могли здесь высадиться так и можем да ладно по крайней мере Иван может быстренько переместиться в этот городишку фуа кстати почему бы нам тогда уже если мы здесь не тусим не нанять каких-нибудь существ которых бы нам так волки мне точно не нужны которые бы нам немножечко не подняли на шарме чтобы бои были слегка попроще да на корабль наверное и пойдем дальше уже стартанем пока у нас Анастасия добежит я не знаю как она переберется на ту сторону и поможет нам так скажем в дальнейшей борьбе если только с помощью заклинания где-то у него было да паруса шаласа я не знаю сработает оно и не сработает будем посмотреть чуть позже ну что ж ребятки если вам понравилось не забудьте поставить лайкосик вдруг захочется вам это сделать подписаться на канал конечно же если вы еще это не сделали с вами был Лисперс всем пока пока